Морозка и Салют Вы уже догадались, мы на молочной ферме Слава в поселке Прокудино. Это единственное хозяйство в Московской области, которое занимается разведением коров породы Монбильярд. Цель, которую ставит перед собой руководство фермы – увеличение поголовья дойного стада и продолжительности жизни животных. И для этого создает элитным буренкам лучшие условия. Заброшенные помещения бывшего птичника переоборудовали для комфортного содержания породистых парнокопытных. 33, как в песенке, из них уже переехали в новые помещения. Причем хорошо, что животные будут находиться без привязи. Есть боксы для отдыха, есть так называемые навозные олени и комовый стол. То есть животные постоянно в движении. То есть это то, что им необходимо. К этому помещению будет пристройка доильный зал. Это уже будет в этом году. Начинается с весной. Для того, чтобы дольное стадо находилось полностью здесь. Работа по реконструкции еще продолжается. Впоследствии здесь разместят 120 голов дойного стада. Такого показателя планируют достичь. А общая численность с молодняком составит 250. В два раза больше, чем сейчас. Все корма, кроме комбинированных собственного производства. Для этого в прошлом году взяли в аренду 500 гектаров земель. Территории, которые не использовались более 35 лет, получили вторую жизнь. 218 гектаров уже ввели в оборот. Засеяли смесью кормовых трав. Результат – 480 тонн сенажа, 180 тонн сена и 50 тонн соломы. В этом году продолжат осваивать оставшиеся площади, чтобы иметь двухгодичный запас. А чтобы производить свой комбикорм, приобрели вот такой гранулятор. Уход, забота и колоссальный труд делают свое дело. В прошлом году каждая из этих коров дала в среднем более 7 тысяч килограммов молока. Отличный показатель. Молоко с повышенным содержанием белка и высокой жирностью отличает эту породу. Сейчас большая часть продукции «Славы» отправляется на молочную кухню «Сварок» в деревне Давыдова и становится основой для детского питания. Но на предприятии задумываются о расширении рынка сбыта и о строительстве своего молочного цеха. Фундамент для него уже заложен. Может быть и будет разлив цель у молока, может быть там будет и кисломолочка какая-то, может быть тоже творог, там тоже сметана. То есть сейчас какая-то цель – потихонечку осваивать эти процессы. Как лучше делать, чтобы получать как можно выход продукции побольше. В дальнейшей перспективе увеличение дойного стада до 500 голов, получение статуса племенного хозяйства. С расширением производства появятся дополнительные рабочие места.